Итак, всем здрасте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий. Простите за немножко охрипший голос. Приболел, но вы знаете, болезнь — это не повод отлынивать от своих трудовых обязанностей и забывать про то, что наш футбол — это удивительное место, где творятся настоящие чудеса. И вот, пожалуйста, Артём Дзюба возвращается в наш чемпионат, причём переходит в московский локомотив. Тут, конечно, можно поиронизировать и поиздеваться над Локом, мол, посмотрите, Дзюба всё-таки нашёл себе клуб «Аутсайдер». То есть в Нижний Новгород его не пустили, в торпеды не пустили. Вот, пожалуйста, локомотив, тоже команда из зоны борьбы за выживание. Вот подходящий, мол, коллектив для Дзюбы. Не пустили в торпеды и в Нижний, зато есть такой вариант в Москве, в Черкизово. Но здесь, на самом деле, нужно быть всё-таки объективнее, и мы понимаем, что Лока, несмотря на то, что находится сейчас в полной заднице, это команда с хорошими перспективами, с хорошими возможностями на будущее, как мне кажется, который может ещё возродиться. Во всяком случае, высокие места локомотива я верю куда больше, чем высокие места моего торпеда. Поэтому здесь для Дзюбы, в общем-то, это успех, причём успех очень большой. После неудачи с Нижним и торпеда оказаться в Черкизово, это прям подарок судьбы. И здесь, по слухам, 7 миллионов рублей будет заплачено его агенту, но, по-моему, он заслуживает большего, потому что он здесь прям как какой-то Дамблдор из Хогвартса сотворил чудо неожиданно для всех. Казалось, что Дзюба вообще сейчас скоро отправится либо в Медиалигу, либо в ФНЛ, играть там за Рубин, либо ещё за кого-то и на тебе, оказывается, в родном городе, в Москве, в команде с большими деньгами и большими амбициями. В общем, для Дзюба это, несомненно, плюс, плюс огромный на фоне тех перспектив, которые совсем недавно перед ним открывались. И здесь Артём получает шанс. Шанс, потому что у него короткий контракт, ему нужно проявить себя, доказать свою профпригодность, но это шанс, который далеко не каждому списанному и сбитому лётчику выпадает. Здесь всё понятно. Давайте попытаемся ответить на другой вопрос, который мучает многих. Нахрена это локомотиву? Потому что, если честно, вот этот вопрос куда сложнее и куда запутаннее, чем выгода для Дзюбы. Выгода для Дзюбы понятна, а зачем это локомотиву? Давайте разберём. Но сейчас важные новости. Мы всегда с Пари. Эта компания абсолютно легальна, она нас поддерживает, и она делает просмотр спортивных событий ещё ярче и интереснее. Пари работает на новой технологичной платформе и в сетке нашего легального партнёра. Тут есть события по футболу, хоккею, баскетболу, боксу, да и вообще всем возможным видам спорта. И сегодня я присмотрел интересный вариант на кубковый матч Спартака и Локомотива. Очень неплохой коэффициент на красно-белых, с учётом того, что, по мнению многих, они здесь абсолютные фавориты. Пожалуй, рискну. Приложение Пари является современным и очень технологичным. И вы можете пройти на него по ссылочке в закреплённом комментарии и получить там фейбет на 1000 рублей. Главное, не забывайте пройти верификацию до конца, чтобы получить максимальный бонус. Итак, давайте начнём с комплектования состава. Возможно, Локомотиву не хватает нападающих, и поэтому они схватились за тот вариант, который вот нарисовался неожиданно. Ну, с какой-то точки зрения, возможно, Лока и пригодился бы форвард. Но мне кажется, что им был нужен игрок, который придёт и резко всё поменяет. То есть, игрок, который кардинально изменит ситуацию и будет гарантирован топовым Голиадором. Потому что именно его сейчас не хватает в Лока. Талантливых ребят, которые играют нестабильно и которые неизвестно, сколько забьют во второй половине сезона, да таких до хрена здесь. Тот же самый Ванька Игнатьев. Да. И ещё один Балагура. Замечательный Игнатьев, Дзюба, суперсвязка в нападении. Так вот, Игнатьев тоже парень толковый, талантливый, перспективный, наверное, по-прежнему. В Локомотиве парочку неплохих матчей провёл. Но явно не хватает стабильности и из-за этого получается, ну, вот как-то непонятно. Вроде и есть способности, но толку никакого в большей части матчей с его участием. Что касается Камано, то мы помним, что у него были отличные промежутки в Локомотиве, когда он был прям хорош. Но вот сейчас, ну, не знаю, может быть, психологически ситуация на него давит, как на иностранца. Может быть, он уже действительно хочет свалить, тем более есть слухи там и про французские клубы, и про другие варианты. Ну, в общем, в этом сезоне он не так хорош, как раньше. И это говорит о том, что сейчас, если нужен был Локомотиву футболист в атаку, то это должен быть прям прирождённый бомбардир. Человек, который умеет, что называется, втыкать снаряд в сетку ворот соперника. Они вот такие вот ребята, талантливые, одарённые, но при этом нестабильные в плане реализации, в плане забитых мячей. А Дзюба — это вот ещё один игрок такой же плеяды. Просто он сколько лет был талантливым. Я не помню, там какой-то был сезон, Федотов его в «Спартак» по-серьёзному перевёл в основу. Владимир Федотов тот ещё, «Спартаковский». И Дзюба уже тогда показывал большие таланты. Но дальше то он играет, то он забивает до хрена, то он, наоборот, уходит в тень. То он выходит на первый план при Якини и забивает там хреновую тучу мячей, то опять там какие-то проблемы. То он в «Зените» хорош, то Манчини сажает его на скамейку. И будем откровенны, в тот момент Дзюба вполне себе заслуживал посадку на скамейку запасных, глядя на его игру. То он приезжает в Тулу и там показывает класс. То он герой чемпионата мира, а то он вообще в Турции ни черта не может показать в этом самом «Адана Демиспор», где он провёл полгода. То есть это не гарантированный вариант. Это не тот нападающий, который точно усилит локомотив. Это как и в случае с подписанием того же самого Игнатьева «Надежда», а вдруг сыграет. По-моему, для команды, которая находится возле зоны вылета, в зоне стыковых матчей, это очень странная логика. Рассчитывает на то, что может быть выстрелит. Начнём с этого. То есть здесь какой-то необходимости именно футболисты этого типажа не было. В плане стилистики игры можно отметить, что Галактионов – это разноплановый наставник. Всё-таки он бывший тренер молодёжной сборной, а тренер молодёжки – он максимально ограничен в выборе исполнителя. Потому что, условно говоря, тренер старшей сборной, у него есть все футболисты. Или с 18 лет, когда можно заявлять за первую сборную, до 40, условно говоря, если футболист по-прежнему играет. А когда ты тренируешь молодёжку, ну вот у тебя до 22 лет есть несколько поколений, и всё. Ты максимально ограничен, и поэтому ты зависим от футболистов. Какие у тебя игроки есть, такой ты в футбол и будешь играть. В этом плюс Галактионова. Но я не припомню за последнее время прям вот таких сильных команд Галактионова, молодёжных сборных, выстроенных вокруг мощного таранного форварда. Чаще всего идеалом нападающего для него был, напротив, футболист манёвренный типологии Чалова. Типология, не знаю, Милкадзе того же самого. Типологии других футболистов схожей стилистики. В Нижнем Новгороде, кто был у него основным нападающим? Сулейманов. Игрок, опять же, совершенно иной по типажу, в отличие от Зюбы. И здесь, ну прям скажем, Галактионова придётся ставить очень непривычный для него футбол. Да, Галактионов по-разному строил свои команды, но у него не было стабильного такого футбола, поставленного на силового нападающего впереди. Здесь ему предстоит столкнуться с совершенно новой для себя задачей. При этом мы понимаем, что само по себе появление Зюбы, ну это странная идея с точки зрения тимбилдинга и менеджмента. Я об этом, кстати, говорил ещё, когда Зюба мог прийти в Нижнем. Что вот, мол, в Нижнем тренер молодой, примерно такого же возраста, как сам Зюба. Зюба, как человек, прям скажем, сложный в плане характера, может там разворошить всё. И вот здесь то же самое. Зюба и Галактионов примерно одной возрастной категории. Зюба — это человек, который может сколотить вокруг себя услонгая банду, который будет мутить воду. А мы уже за последнее время в Локомотиве стойко раз видели ситуации, когда внутри коллектива был раздор и шатание, что видеть очередную часть этой пьесы уже как-то и не хочется. Хочется посмотреть на нормальный Локомотив, который будет самим направленно развиваться. И вот здесь, получается, игрок, футбольные плюсы которого неоднозначны, который не особо подходит под стиль игры Локомотива и стиль Галактионова как нового тренера Лока. Человек, так скажем, токсичный, который при этом вызовет однозначно негатив со стороны болельщиков Локомотива и кучу других минусов ещё принесёт. И он подписывается вот зачем? Вот я не понимаю логику Локомотива. Да, у вас есть проблемы с нападением, но у меня большие сомнения, что Зюба в своей нынешней форме и в состоянии способен что-то изменить. Тем более, понимаете, если бы Зюба был подписан, ну, просто в начале зимнего трансферного окна или даже раньше, он всё-таки был свободным агентом, его можно было подписать раньше. Тогда была бы какая-то логика, он успел бы сыграться с командой, набрать форму и так далее. А так вытянули, ну, практически несколько месяцев получается. У вас на носу, по большому счёту, матчи со Спартаком в кубке, которые могут определять очень многое. И вы только сейчас, когда уже сборы в разгаре, когда все команды проводят товарищеские матчи и так далее, вы только сейчас подписываете Зюб. Ну, мне кажется, можно было сделать это раньше. То есть, мало того, что сделка непонятная, так ещё и непонятно, зачем было так тянуть. Если бы у Локомотива был изначально реальный предметный интерес к Дзюбе, я думаю, Дзюба бы с радостью полетел первым же рейсом и сразу подписался бы. Нет, в итоге затянули всю эту ситуацию. В общем, для меня это всё максимально загадочно. И вообще, трансферная политика Локомотива, она продолжает шариться из стороны в сторону. Как в своё время Рангник сказал, что даже когда я уйду из Локомотива, дело моё тут будет жить. Вот как с Рангника начались какие-то непонятные телодвижения, хотя ладно, будем откровенны, они были и до этого, но Рангник точно ничего не исправил. Так вот, с тех пор мало что поменялось. То есть, с одной стороны, была какая-то логика, когда подписывали Пеняева, Глушенкова. Кстати, Глушенков, напоминаю, тоже может сыграть в центре нападения при необходимости на тему состава и так далее, и на тему необходимости Дзюбы. Когда подписывали Лантратову, тоже было понятно, нужен был голкипер опытный и при этом не старый, то есть старше Худякова, но моложе Гильермо. Всё это было ясно, всё это прописывалось, как и очистка команды от ненужных легионеров, которые не тянут. Подписание Конти тоже хорошее подписание. Вот всё было отлично, и тут на тебе Дзюба. Ну вот, только начали исправляться, и на тебе какая-то фигня. В общем, знаете, в этих условиях вот эти подписания старческие Дзюба, Смольников. Ну, Смольников, кстати, и то имеет хоть какой-то смысл, потому что можно сказать, что носитель традиций там. Бывший игрок Локомотива, да и Смольников неконфликтный мужик. Такой Андрей Ещенко местного разлива будет для Локомотива. Правый защитник-ветеран, в случае чего не подведёт, ну и будет заниматься тимбилдингом внутри коллектива. То есть, каким бы Смольников средненьким игроком не был, здесь хотя бы риски минимальные. А в случае с Дзюбой вы просто себе под жопу мину повесили, и ждёте, рванёт, не рванёт. И у вас при этом ещё какая-то наивная надежда, а вдруг эта мина в лице Дзюбы рванёт так, что зацепит оппонентов, противников, а нас не зацепит. Ну вот, знаете, какая-то шизофрения, просто ей-богу, по-другому это не назвать.